Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Полина. Меня зовут Мария Питерская. Я основатель компании Айри ИРФ и являюсь его заодно директором по коммерческой и маркетинговой части. Мария, я бы хотела вас спросить, поскольку мы находимся на конференции стратегии директоров по маркетингу, что вы думаете о нынешней ситуации маркетинга в России? В сложное время мы живем. Удивительное количество профессионалов сейчас на рынке работает, потому что маркетинг переживает невероятные времена трансформации. И основная, мне кажется, сложность в том, что сейчас нет разделения на каналы инструмент, нет какой-то фишки, которую можно взять и применить, например, по всем направлениям маркетинга. Сейчас именно направление какое-то, сервизионная реклама, интернет-реклама. И в интернет-рекламе, кстати, уже огромное количество таких процессов, которые, если ты гуманитарий, тебе не подвластны. И самое главное изменение, которое я вижу в связи с этим переходным моментом, что если словно дай о георгии о том, что словом мы можем продать все, что угодно, но сейчас на смену гуманитариям все-таки в маркетинге приходят люди, которые наконец-то, слава богу, спасибо огромное, умеют считать. Это удивительно, ну, то есть даже, ну, то есть можно написать 28 тысяч слов, можно точно понять, какой из них проникает в сердце потребителя, суметь посчитать это, оценить правильно, и это на самом деле большая работа. Поэтому профессия, ну, где-то давно, да, в маркетинге, она переживает невероятные изменения. И вот такие именно мероприятия, как сегодня, они как раз и помогают профессионалу, во-первых, сориентироваться в этом необъятном количестве, да, информационном какой-то, какое-то вот это бурление, волнообразного процесса, чтобы понять все настоящие течения и разобраться в них, и мгновенно подхватиться и выжить, что называется, на волну. Спасибо, вы уже, по-моему, ответили на мой следующий вопрос, но я все-таки его задам. Наша конференция называется «Стратегия директора по маркетингу», и многие считают, что сейчас большое количество компаний очень сконцентрировалось на интернет-маркетинге как на инструменте, но при этом отошло от как таковых стратегий и разработок стратегии. Директора, какие, что вы думаете сейчас? Ну, это понятно совершенно, потому что, во-первых, канал достаточно сильно разветвленный, и, как я уже вчера сказала в прошлый раз, да, что он позволяет посчитать очень многое. Его нужно исследовать, и у него тратится огромное, ну, инвестируется, у него больше времени, больше усилий, потому что, помимо того, что те многоходовки, которые раньше работали, в нем могут не работать, то есть он подлежит изучение. Соответственно, для того, чтобы компанию изучать его, понимать, как он работает конкретно для них, естественно, туда нужно направлять инвестиции, время, деньги, да, и то же самое внимание, обучение. Но я не заметила сказать, что именно в маркетинг, в интернете, вкладывается огромное количество денег. Ну, не в плане, что я не замечаю, как факт, что это происходит, а в том смысле, что просто произошел такой вот передел. То есть научились обчитывать все другие каналы, и есть еще такое прекрасное, счастливое, такая иллюзия о том, что в интернете все это будет совершенно по-другому, поскольку это можно посчитать. Время, конечно, покажет очень многие направления. Пока в том виде, в котором они существуют, там, как-то вы и так далее, я не верю, потому что в действительности их невозможно было еще пока посчитать, потому что количество выборки просто математическое, оно не соответствует реальному результату. Но, поскольку именно там самые яркие кейсы, именно там самые яркие результаты, конечно, туда направляется основное внимание. И именно сейчас просто задача директора по маркетингу – это вот выстроить, потому что все ощущают это состояние, когда старые структуры разваливаются, в прямом смысле этого слова, закрывается огромное количество игроков в разных отраслях, именно потому что внутренняя инфраструктура, в том числе маркетинговая, не поддерживает современное мышление потребителя. И вот в попытках вот этих вот как-то догнать и переориентироваться, и вместо такой косности проявить гибкость, конечно, здесь интернет очень сильно помогает, потому что он просто способен сразу же показывать результат. Планирование – результат. Планирование – попробование – результат. Поэтому в этом плане крупные компании я понимаю, но все равно еще есть какая-то опаска. Мы редко разговаривали о Куванове. Ну да, мы хотим, надо попробовать, но попробовать, но немножко. Но здесь опять же, да, нужно математический аппарат применять, потому что немножко попробовать не получится. Выборка должна быть существенной для того, чтобы результат, который хотите получить, он тоже был для вас достоверным. И последний вопрос, Мария. Что вы думаете о таких мероприятиях, как стратегии директоров по маркетингу? Как вы считаете, нужны ли эти мероприятия для индустрии? О, богу, что они есть! Потому что, как бы, на самом деле маркетинг – это искусство, а не ремесло. И за вот этим вот подсчетом, текущей деятельностью и постоянным получением результатов, переориентацией и так далее, очень легко вот так вот закопаться и потерять вот эту возможность взгляда сверху за вот этими вот деталями. Я как раз директору по маркетингу, в общем-то, и нужно вот это стратегическое видение, то есть куда вообще будет вся эта лорка и как она, ну, и нормально ли она будет ориентироваться через год, через два. И многие, кстати, директора по маркетингу, как это ни странно звучит, они даже периодически, я знаю некоторых таких людей, они могут предугадать те инструменты заранее, которые будут выводиться на рынок в течение полутора лет. Это на самом деле вот такое серьезное стратегическое видение в будущее, то есть и спасибо, что такие профессионалы есть, и спасибо, что они есть в России. Спасибо большое, Мария, за интервью. Я вас тоже благодарю.